О том, что ты слышишь в церкви. Молитва, которую ты в храме слышишь чаще всего, звучит так. Господи, помилуй! Что ж значит эта молитва? Я думаю, что ты всегда, когда захочешь, можешь подбежать и обнять маму или повиснуть на шею папы. И мама, и папа тоже тебя тогда обнимают, целуют, гладят по голове, то есть милуют. Бог – это наш общий отец, папа. Молитвой, Господи, помилуй! Ты как бы бросаешься к нашему небесному папе, чтобы он подхватил тебя на руки, вытер слезы, а может и пожурил за твое непослушание. Господи, помилуй! Слава Отцу и Сыну и Святому Духу! Этой молитвой мы славим, хвалим нашего единого Бога. Да и как нам Его не хвалить, не прославлять? Ведь Господь сотворил нашу землю, наше небо, наше солнце и звезды. Господь сотворил нас, людей. Господь пришел на землю, чтобы спасти людей от их грехов. Когда Господа убили, Он воскрес и теперь всегда с нами. Господь заботится о нас, дает нам пищу. И еще мы хвалим Бога потому, что просто любим нашего Господа. Очень часто ты можешь слышать в храме такую непонятную молитву. Аллилуйя! Означает эта молитва то же самое, что и предыдущая. Хвалите Господа! Когда ты приходишь причащаться, то можешь услышать вот такую молитву. Святый Божий, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас. Бог Святой. Он самый-самый добрый. Бог Крепкий, то есть сильный. Бога не победит никаким оружием. Бог Бессмертный. Люди рождаются, живут на земле, а потом умирают. Бог был всегда. Бог никогда не умрет. Иисус Христос умер на кресте как человек, а как Бог, Он все равно был живым.